Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Мария. Мы с вами встречаемся в год 20-летия координационного центра и, конечно же, любой разговор с теми, кто стоял у истоков появления координационного центра, будет сводиться к воспоминаниям о тех временах, когда только, собственно говоря, начал зарождаться координационный центр, а может быть даже о более ранних временах, когда только начал формироваться Рунет. Об этом мы тоже немного позже поговорим, а сейчас я хотела бы вас спросить, помните ли вы то интервью, которое давали 12 лет назад, в 2009 году, ТВ-канал Усиаполь ТВ. Ну, было дело, склероз, конечно, уже, так сказать, работает, но кое-что помню. Вопросы, которые тогда были заданы ведущим, показались нам сейчас как никогда актуальными. И очень интересно, ваши ответы, которые вы давали тогда, совпадут ли с ответами, которые вы дадите сегодня? Это прикольно, давай посмотрим. Давайте посмотрим. Конечно, сейчас вы отошли немножечко от тематики доменного рынка, но, наверное, тем даже интереснее будет здорово послушать мнение независимого эксперта, некого такого стороннего наблюдателя. Начнем? Давай-давай. 2009 год был отмечен мировым финансово-экономическим кризисом. Он серьезно ударил и по России. И, как мы знаем, 2020-2021 год, сейчас не менее серьезный кризис, пандемия. Тогда вы говорили, что кризис никак не повлиял на доменный бизнес. А что вы скажете сейчас? Как пандемия повлияла? Ну, кризисов у нас мы в перпонентном кризисе находимся. Это наше нормальное состояние, поэтому списывать на кризис, мне кажется, было бы не очень правильно. Дело в том, что в 2009 году была немножко другая история. Тогда интернет находился на своем, на пике, не на пике, на вот этой прямой роста, да, он достаточно, достаточно быстро рос в геометрической прогрессии. И, в принципе, по моим тогдашним наблюдениям, кризис действительно не очень сказался вообще на рынке интернета и в целом, и в частности на рынке доменных имен. Поэтому в то время мое утверждение было, мне кажется, достаточно правильным, потому что доменные имена продолжали расти достаточно активно. А вот нынче история совершенно другая, потому что рынок насыщен. Интернет проникновения в России, ну, как бы, всем вообще известный факт, абсолютное проникновение, поэтому каких-то всплесков роста или там не наблюдается нигде. Поэтому, что говорить. Поэтому и домены не растут, наверное. Не знаю, давно не смотрел. А каковы, на ваш взгляд, сегодняшние развития зоны РУ? Ну, это взрослая зона. Прям совсем взрослая. Она уже такая, не знаю, ну, не пенсионного возраста, но вполне себе предпенсионного. И понятно, что каких-то прорывных историй, каких-то бурных, бурной какой-то динамики вряд ли мы будем наблюдать ни в плюс, ни в минус. Поэтому, ну, она есть, какая и есть. Наиль Байков в 2009 году спрашивал вас, насколько резиновая зона РУ? И эксперты тогда считали, что в ближайшее время будет превалировать вторичный рынок. Как вы считаете, удалось ли вторичному рынку победить? Как и сейчас. Ну, вторичный рынок явление достаточно интересное. Он тоже взрослый. И, насколько мне известно, продажи старых доменов, особенно популярными словами, она, так сказать, растет и занимает. Ну, я не знаю. Поправьте меня там. Не знаю. 10-15%, наверное, годового оборота в целом доменной зоны. Вот. Что, в принципе, неплохо. Ну, я думаю, процентов 10, скорее, чем больше. Ну, нормально. Этот рынок есть везде, во всех доменных зонах. И точка РУ здесь не исключение. В 2009 году вы оценили рынок в РУ в 30-34 миллиона долларов. И обещали поднять цифру до 300 миллионов. С учетом готовившейся тогда к запуску зоны РФ. Как? Удалось ли вам это достичь? Нет, не удалось. Я был дерзкий и наглый, делая такие заявления. Конечно же, о таких суммах речь не идет. Но то, что мы сейчас наблюдаем, то есть берем 5 миллионов доменов, умножаем на стоимость домена, получаем цифру вполне все взрослые в рублях. Ну, и доллар тогда, не надо забывать, что он стоил немножко по-другому в 2009 году. Ну да, курс немножечко поднялся слегка. Это как бы старыми. А сейчас, конечно, мне кажется, правильно исчислять все в рублях и не делать оглядку на доллары. Хотя в те времена доллар опять вышел из подворотни в связи с этими всякими волатильностями нашего кризиса в тогдашнем году. Сейчас это все-таки не так видимо. Почему? Потому что народ уже, по-моему, руки опустил и уже за долларом в банку не лезет. Все подустали уже от этой истории. А сегодняшний рынок, как вы можете его оценить? Слушайте, есть калькулятор. Я об этом как-то не думал. Берем 5 миллионов доменов. Сколько сейчас стоит домен в точке РУ? От КЦ, я имею в виду, от ТЦИ. Ну, даже на 100 рублей, если умножаем, получается сумма 500 миллионов. Это вполне по себе хорошина. Это только рынок отпускной цены. То есть это те домены, которые отдаются регистраторам доменов. То есть это нулевой рынок, то, что называется. Для технического центра, для аккредитационного центра это вполне себе полмиллиарда годового оборота. Это вполне неплохо, с моей точки зрения. В 2009 году целый блок вопросов был посвящен тому, что цены на регистрацию были как бы отпущены на свободу. И регистраторы, их клиенты получили возможность назначить свою цену за услугу, высокую или демпинговую. Сегодня, как считаете, это правильное решение? Абсолютно правильное решение. Это было одно из ключевых решений, которым, в общем, я горжусь. Почему? Потому что это создало предпосылки для создания свободного рынка доменных имен. Пусть он не очень большой, но он высококонкурентный. И это развязало руки регистраторам для того, чтобы они придумывали всякие компании, маркетингом занимались и так далее. По сути, дерегулирование цены. Ну и плюс к тому же, не надо забывать, что причиной к этому служил риск, что нас прижмут. Потому что, по сути, назначение фиксированной цены, это была такая скрытая монополия. И нам рано или поздно мы пришли с этим вопросом. Поэтому нам деваться-то некуда было. Количество регистраторов за 12 лет выросло почти в три раза. И как вы думаете, рынок устал от этого лучше или, может быть, наоборот, он слишком переполнен? Слушайте, рынок, он такой, какой есть. Он не маленький и не большой. Новые регистраторы появляются по причине того, что, наверное, это надо рынкам. И, наверное, умирают тоже, потому что они не справляются. То есть это вполне себе такой free flow. И абсолютно нормальная рыночная история. И на самом деле хорошо, что их много, потому что есть выбор. Выбор всегда хорошо, конкуренция всегда хорошо. Потому что появляются новые услуги, какие-то новые сервисы, какие-то новые схемы привлечения клиентов. Кто-то обслуживает лучше, кто-то лучше продает. В общем, жизнь кипит, это прекрасно. То есть, значит, движение, конкуренция – это двигатель прогресса, я так понимаю? Ну, конечно. В интервью 2009 года вы говорили, что государство не давлеет над доменным бизнесом. Конечно, можно тут сказать, что правительство тоже изменилось. Тогда был Дмитрий Медведев у власти, сейчас Владимир Путин. Но все-таки изменилось ли что-то сейчас? Государство как-то давлеет, способствует развитию бизнеса? Я бы не сказал, что оно давлеет. Оно доминирует. Ну, то есть абсолютно доминирует. И в 2009 году модель управления доменной зоной и вообще интернетом в целом была принципиально другая, чем то, что есть сейчас. Было принято достаточно большое количество запрещающих закон, ограничивающих те или иные явления в интернете. И мы живем вообще в принципиально другой модели управления интернетом, в том числе доменными именами, чем мы жили в 2009 году. 11 лет. Ну, это не только в России, надо сказать, это во многих странах мира. Интернет стал настолько существенной частью экономики и политической жизни, что это абсолютно очевидный результат. В общем, было понятно тогда, куда все идет. Уже тогда было понятно. А какие ограничения были в то время, какие сейчас? В то время ограничений особых вообще, в принципе, не было. Был законопроект, 139-й федеральный закон, насколько я помню. Это о защите детей в интернете от порнографии, суицида и наркотиков, что ли. И он был тогда в виде закона. Даже еще не было законопроекта такого, но все к этому шло, на самом деле. Все было понятно. Пускаем вперед детей, а потом начинаем закручивать гайки. Вы входили в коронавирусную группу, которая приняла решение, собственно, создание КЦ, коронавирусного центра. Вообще, зачем это было сделано? Скажите, пожалуйста, как удалось создать такую независимую организацию, а не какое-то некое образование под крылом госструктуры или какой-нибудь другой крупной организации? Ну, как мы уже об этом говорили, государство не особо уделяло внимания интернету. Поэтому наша деятельность, связанная с организацией Координационного центра, она была, в общем-то, немножко ниже радара. Кроме того, у нас был мандат от Путина. На встрече с ним, по-моему, в 99-м году, когда он еще был премьером, этот мандат, который достаточно долго работал, потому что государство не будет вмешиваться в развитие интернета. Он там, если в 99-й, ну, то есть он там, условно говоря, 13-14 лет был в силе, да, то есть это договоренность была. И это позволяло создавать организации, которые управляли интернетом, в том числе и доменной зоной, вот именно на принципах учета интересов всех заинтересованных сторон. У нас всегда был в Совете представительство государства, в лицеминком связи. Плюс это были члены Совета, которые так или иначе представляли интернет-индустрию, да. А так как Совет был высшим органом управления коллекционным центром, собственно, он и возник, как вот эта вот коллекционная группа, как бы, по сути, перекочевали в Совет коллекционного центра, плюс сделали его в форме ОНО, автономной коммерческой организации. Вот. И вот такова история. А интересы были представлены действительно тех игроков того времени, которые занимались развитием Рунета, он еще тогда был маленький, детский. Умный. Да, совсем юный. Вот. И так или иначе баланс интересов был соблюден. Собственно, коллекционный центр для этого сделали, чтобы управляющий орган, который занимается доменными именами, был представлен интересами различных стейкхолдеров. Вот, собственно, та история. То есть все по-честному, никакого заговора. Никакого заговора. Абсолютно. До того, как стать директором всего этого большого координационного центра, вы были членом Совета координационного центра, то есть наблюдали развитие изнутри. Знали все, как там происходит, были непосредственным участником. Как вы оцениваете координационный центр тогда и сейчас? Что изменилось кардинально? Ну, давайте начнем с тогошнего, тогдашнего, тогдашнего координационного центра. Вот, собственно, баланс интересов, который был представлен членом Совета, он во многом помогал развитию зоны. Ну, то есть сделали достаточно важную вещь, ну, вот про цены мы сегодня, да, когда отпустили цены, принимали, так сказать, активное участие членов Совета в разработке регламент, да, то есть по каким правилам регистрируются домены, регистрируются, удаляются, какие у нас отношения с регистраторами и так далее, и так далее. Это вот то, что сейчас, как бы, координационный центр, ну, это вот все то же самое, плюс, конечно же, выросшая роль государства, несомненно. То есть роль государства все-таки выросла? Ну, конечно, у нас сейчас официально, я так понимаю, учредители, сейчас власть перешла от Совета к учредителям координационного центра, а в учредителе в том числе представлен, сколько я понимаю, Роскомнадзор. Дальше комментировать не буду. Не будете, ну, хорошо, лучше, да. И не вырезайте это, не смеете. Запуск Зоны РФ – это одна из, наверное, самых ярких историй проекционного центра. Да, и прединфарктное состояние. Вам, наверное, виднее, потому что вы были непосредственным участником, организатором. И как вы считаете, схема запуска была выбрана правильной этой зоны? Нет, конечно. Нет? Нет. Вы говорили тогда, что первый домен будет зарегистрирован за 10 миллионов рублей, этого не произошло. Оправдала ли схема премиальных регистраций какие-то ваши ожидания? В том-то и дело, что мы не запустили схему премиальных регистраций. Мы изначально планировали запустить зону с голландским аукционом. Ну, то есть, кто первый подал того и тапки, плюс ступенька по снижению цены за домен. То есть, мы могли бы собрать много денег на этой регистрации и, в принципе, не допустить вот этого шквала регистрации по словарям. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы сразу в один день получили большую доменную зону, потому что отпустили все рычаги. И это была такая золотая лихорадка, когда все бросились на своих повозках и тележках копать золото. И, значит, кто там больше золота накопал, тот и победил. В связи с этим, естественно, было много скандалов, было антимонопольное дело. Но мне на самом деле жалко, что мы тогда струсили. Струсили, да. И не запустили вот этот самый голландский аукцион, потому что это было бы, во-первых, справедливо по отношению к распределению этих доменов, потому что мы платили большую сумму за премиальные домены и меньшую сумму за домены, которые, как бы, рыночная стоимость которых меньше. Но мы струсили, и, соответственно, ну там сложная история. И запустили вообще открытую регистрацию. Это как-то с кризисом связано? Нет, это связано с наличием в Совете Координационного Центра замминистра. Это связано с трусостью моей. Это связано с тем, что члены Совета Координационного Центра просто побоялись взять на себя риск запуска вот этого голландского аукциона. Ну, по простой причине. Мы бы подняли с этого аукциона очень много денег. И это непременно вызвало бы вопросы. Мы бы непременно привлекли бы много внимания сразу со стороны различных государственных структур. Поэтому, глядя назад, ну, скажем так, жалко, что мы не сделали голландский аукцион. Ну, а с другой стороны, мы прошли это, в общем, ну, как личности, как функционеры, в общем-то, с минимальным риском. Может быть, какие-то проблемы обошли стороной? Может быть, это даже было лучше? К нам бы точно пришли, 100%. Стоп-лист домена РФ в то время был источником множества мемов, шуток. И работает он сейчас тоже. Как считаете, это было полезное начинание? И люди могут найти какие-то обходные пути, может быть, наоборот? Я скажу так. Когда мы запускали точку РФ, у нас вообще была гениальная маркетинговая стратегия. Да? Да. Мы считали, что любая новость, даже негативная, даже смешная, даже скользкая, работает на пользу доменной зоны. И поэтому, конечно, мы использовали все эти истории для того, чтобы привлекать интерес к домену РФ. небезызвестный персонаж, великий ученый русского матов Плутснер Сарно нам помог с составлением первой версии вот этого самого черного списка. И вокруг этого списка, естественно, началась движуха. Народ сразу пытался его обходить, то есть развлекаться по-всякому. И это было прекрасно. Почему? Потому что это привлекало интерес так или иначе в наши доменные зоны. Скажите, какие-нибудь у вас есть яркие воспоминания с тех пор? Что самое яркое в этой истории создание легендарной зоны РФ, пенсионной, уже предпенсионной сейчас? Нет, РФ не пенсионная, РФ как раз вполне себе молодая зона. Мало того, она крупнейшая в мире, не латинские домены, она вообще до сих пор крупнейшая в мире. И этим как бы есть повод гордиться, действительно. И что яркого, мне кажется, была очень хорошая история в том, что при подготовке, запуске и в дальнейшем первых шагах этой зоны все участники этого процесса более-менее работали на то, чтобы эту зону раскрутить, популяризовать, сделать ее популярной так, чтобы ее использовали. Мы сейчас везде ходим, никто не удивляется, я знаю, там, грузовичков.рф, да, и еще какие-то там известные домены, там, веб.рф. Да, то есть все уже к этому привыкли, для всех само собой. Вот, но у рынка было достаточно скептическое отношение к тому, вообще нужна ли нам такая зона, нет. И для того, чтобы побороть этот скептицизм, мы вычленили очень точное направление, да. Мы всегда говорили, вот чем хороша зона РФ? Она как бы пишется и читается, и думается в голове по-русски. И поэтому она будет очень хороша для маркетинга каких-то наименований и товаров, которые реально легко запомните. И это действительно произошло. Вот, наружная реклама, радиореклама, телевизор. То есть то, что человек слышит и видит. Вот, и нам помогали все, помогал регистраторы. Нам очень сильно помогал, на самом деле, тогдашний министр связи Щеголев, который, ну, как бы лично помогал выделять время, в том числе и на федеральных каналах, для того, чтобы рассказывать об этой зоне. Вот, и так далее, и так далее. То есть это был интересный проект. И мы вот достигли очень хороших результатов. То есть номер один в мире – это не латинская зона, страновая. И это, конечно, очень круто. Вот, такой очень хороший пример, когда все вместе работают для достижения цели. Что, на ваш взгляд, самое важное в роли директора? Чего вам удалось добиться за это время, как директору? Самое главное достижение мое, ну, вот несколько, да, ну, два, наверное. Нет, три. Четыре? Три. Три, ладно. Значит, первое, наверное, это зона РФ. Второе, да. Второе – это создание технического центра интернет, как способа минимизации риска, что коррекционный центр прихлопнут как муху. Вот, мы достигли этой цели. Технические функции были переданы в технический центр интернет, то есть управление реестрами, управление инфраструктурой, системой регистрации. И в КЦ, коалиционный центр, комиссары с револьверами уже не могли прийти и сказать, так, где у вас тут реестр, давайте-ка мы тут свой порядок наведем. Почему? Потому что мы раздвоились. У нас техническая часть перешла в технический центр, административная и регламентная часть осталась в коалиционном центре. Да, это было сделано сознательно, абсолютно сознательный шаг. Вот как раз для минимизации всяких регуляторных и политических рисков. Ну и, наверное, третье, она, может быть, находится где-то вне фокуса какого-то популярного, не знаю, знакового события. Это все, что связано с финансами. В КЦ было достаточно много, ну, то есть, когда я пришел директором в коалиционный центр, было накоплено достаточно много финансовых средств, и они не тратились. Так, хранились на запасах? Да, они лежали на депозитах и так далее, накапливались. И это тоже был риск. Почему? Потому что большие суммы всегда вызывают больший интерес, что очевидно. И поэтому мы начали всякие интересные проекты в коалиционном центре, которые позволяли нам эти деньги тратить с пользой. Вот. И это были, так сказать, проекты на развитие вообще интернета, как бы в России, и компании поддержки наших коллег. И мы там делали эту самую, какую-то энциклопедию сделали, еще что-то сделали. Сделали игру вот эту самую, управляя интернетом. Ну, то есть, много-много полезных вещей делали. Мне кажется, это... Ну, она так не очень заметна, но, в принципе, это было, так сказать, вот, наверное, такое одно из достижений, которым не принято говорить вслух. Вот. Но, тем не менее, оно было. А достижением вы считаете, все-таки, в первую очередь, то, что вы сделали, или, может быть, больше то, что вы копили вот это вот все, то, что вы вдаль смотрели, можно сказать, сразу? Да нет, кто там особо вдаль не смотрел. На самом деле, мы беззастенчиво тырили опыт зарубежных регистраторов во многом, да. То есть, смотрели, чем занимаются другие регистраторы, и как-то смотрели, что подходит для нашего российского рынка. Вот. То есть, никакого велосипеда мы не изобретали, никаких особо прорывных историй не делали, за исключением РФ, наверное. Потому что вопросы с бюджетом и вопросы с техническим центром, они, скорее, такие внутренние вопросы Координационного центра, нежели то, что люди видят на фасаде, да. Вот. Это, скорее, внутренняя история. Многие годы ваша деятельность была связана вот с знаменной зоной, а сейчас вы занимаетесь интернетом вещей, создали ассоциацию участников рынка интернет-вещей. Не тянет назад к доменам? Нет. Нет? Не секунды. Не секунды? Нет. А почему? Потому что человек должен время от времени менять роль своей деятельности. И что толку оглядываться назад? Нет, конечно, приятно поностальгировать. Здесь прекрасный работает коллектив в Координационном центре. Куча друзей моих. В общем, об этом остались самые приятные воспоминания. Но как бы воспоминаниями воспоминаниями, а бизнес бизнесом, да. То есть, как бы, я не страдаю ностальгией, надо сказать. Это хорошо. Это, мне кажется, очень приятно не страдать ностальгией. Моя жена скорее страдает ностальгией. Она говорит, вот, как классно было там. Какие друзья, какие проекты. Я говорю, так, а сейчас тебе мои проекты не нравятся? Ну, сейчас это немножко более сложные вещи, поэтому как-то так. Ну, это движение вперед. Вот вы как раз сказали, что нужно смотреть уже дальше. Ну, вкусы меняются. Ну, то есть, вот, мне очень нравилось заниматься доменами, потому что мне нравилось этим заниматься. Вот такая вот петля, да. А сейчас я занимаюсь интернетом вещей. Потому что мне очень нравится автоматизация и индустриальный интернет. Я этим занимаюсь очень увлеченно. Почему? Потому что мне это реально нравится. Может быть, что-то еще понравится. Или вообще на пенсию, не знаю, посмотрим. Живете сегодняшним днем, я так понимаю. Абсолютно. Всегда так было. Вы входили в правление международных интернет-организаций. И скажите, сейчас вы как-то с кем-то связаны, сотрудничаете? Ну, с Айкеном я поддерживаю сотрудничество. Я вхожу в этот самый комитет по стабильности и устойчивости интернета, ССЭК, корпорация Айкен. У нас там 30 человек. Занимаемся как раз вопросами обеспечения работы системы ДНС в целом в мире, чтобы она устойчиво работала, чтобы она не ломалась. Рассматриваем угрозы этой системе и так далее. Там очень интересно. И вот осталась такая веточка, которую я продолжаю тянуть. И вторая роль из международных организаций – это консорсия индустриального интернета. Там я занимаюсь, как это сказать попроще, совместимостью информационных моделей и структурой данных. Если это кому-то что-то, о чем-то говорит. Но это большой вопрос. Почему? Потому что много очень всяких систем, платформ, и они друг с другом не очень хорошо работают. В промышленности. Поэтому мы занимаемся как раз вот. Мы не могли друг с другом работать нормально, совместимо. Потому что была специфическая деятельность, скажем так. Специфическая. Это все про стандарты и стандартизацию. Расскажите о перспективах развития рунета в целом. Как вы видите его в ближайшие 2-3 года? Что можете сказать? Я думаю, что, как говорят, дна не бывает. Но я думаю, что мы достигли дна с точки зрения регуляторики. Теперь время подниматься? Ну, будем висеть вот в этой серой зоне достаточно длинное время. С блокировками, с точечными ударами по всяким ресурсам и так далее, и так далее. В целом, рунет работает неплохо. Понимаете, рост денег, рост рынка в Рунет, он больше не связан с представлением сервисов доступа или доменов и так далее. Весь новый рост и текущий рост, он связан с новыми платформными экосистемами, с финансовыми сервисами, с удаленной работой, с индустриальными системами для промышленности, для транспорта и так далее. То есть, так как население России не растет, то, соответственно, деньги за доступ, новых денег за доступ к интернету и денег за инфраструктуру не будет. Они кончились. Почему? Потому что все подключены уже. Единственное, что мы ждем, лично я жду, это, конечно, рост интернет-приложений в промышленности, в транспорте, в медицине, в сельском хозяйстве, в ритейле, в этих самых индустриальных историях. И этот рост мы сейчас наблюдаем, в отличие от рынка доступа, например, интернета. Ну и 5G, конечно, который через 4-5 лет вообще кардинально поменяет ландшафт того, как мы пользуемся интернетом. И автоматизация тотальная, начиная от домов, кончая от заводов и фабрик. Вот я там сейчас и работаю. Вот, значит, куда вы отошли. Ну, конечно, надо же заранее смотреть, куда мир движется. Вот, это достаточно интересная область. То есть вы, можно сказать, следите за тем, куда движется мир и пытаетесь как-то подстроить? Ну, вообще, я всю жизнь его двигал сам немножко. А, немножко. Поэтому, вот, так сказать, в передовом отряде, на коне, с копьем. И вперед. И вперед, и только вперед, да. Мировой интернет. Вот, какие перспективы его ждут в ближайшие 5 лет? Ваше экспертное мнение. Ой, вы знаете, вот, прошлый год внес огромные изменения в то, как работает интернет. Кризис. Нет, в основном удаленка, да. И это открыло глаза, то есть это поменяло привычки ведения бизнеса просто во всем мире, да. Значит, ну, во-первых, удаленная работа, да. То есть все стали пользоваться вот этими зумами и прочими, значит, средствами видеоконференц-связи. Это очень сильно отразилось на системах логистики доставки товаров. Ну, с точки зрения людей, это, конечно же, онлайн-покупки, да, которые просто стремительно выросли. Вот. Но это также, может быть, не все это видят, это очень серьезно отразилось на промышленности, на логистике, именно связанной с глобальными поставками оборудования, каких-то деталей и так далее, и так далее. Там настолько все кардинально поменялось, просто взрывообразно, и мы живем вообще в другом мире, на самом деле. Вот сейчас, в 21-м году. И это еще не остыла история, она продолжается. Наверное, неизвестно еще, сколько она будет продолжаться. Важно то, что мы не вернемся уже к старой жизни, но точно уже 100%, совершенно нет, да. Вот я прихожу в офис, здесь пусто, а действительно, а что платить за аренду, да, если люди прекрасно работают из дома, и все, что надо сделать, их там два раза в неделю собирать где-то, не знаю, в каком-то месте, в зале, либо удаленно работать. Ну, по крайней мере, все, что не связано с физическим производством, как бы совершенно непонятно, зачем платить деньги за все это. Все это прекрасное окружение. Ну, то есть, получается, интернет-ресурсы стали процветать именно поэтому? Они, скажем так, перераспределились, перешел большой, ну, то есть, случился переток, ну, буквально переток денег из, например, real estate, да, в онлайн-приложении. Если мы рассматриваем офис и как бы зум, да, вот так все случилось, да. Ну, то есть, кардинально все поменялось. Кооперативная работа людей, совместная, да, то сильно поменялось. То, что вот сейчас нам предлагают уже новые идеи, новый проект, связанный с дополненной виртуальной реальностью, в том числе на производстве, в строительстве, от этого просто башню сносим, да. То есть, как люди могут работать вместе, вот в этих самых очках, да, то есть, которые позволяют им вместе, там, и начали операцию вести, и дома строить, там, и на складе, как бы доставать какие-то коробки правильные. Тотальная роботизация, не побоюсь этого слова, то, что сейчас вот уже намечается, альтернативные источники энергии, переход на водород, все происходит так стремительно, что мы проснемся, там, через несколько лет, и такие оба живем в другом мире. То есть, все-таки думаете, что мир изменится, уже не вернется к тому, что было офисы живые с людьми? Абсолютно нет, абсолютно нет. Нет, ну это, конечно, останется, потому что это прикольно, приходить, общаться с людьми. Ну да, какие-то вещи. Хотя это все можно было по Zoom, кстати, сделать. Но это не так было бы зрелище, но все-таки не так было бы. Ну, в общем, да, я на самом деле немножко скучаю по этим временам. По временам живым? Угу. Офлайн? Угу. Ну что же, мы тогда… Очень скучаю по концертам. Мы же играем в группе. Вы играете в группе? Да, и мы вот скучаем, что у нас нет концерта. У вас большая аудитория? То есть, отходите от темы? Нет, нет, не очень большая. Не очень? Для своих, для своих. Но все-таки, конечно, атмосфера концерта. Конечно. Рок-концерт только вживую, можно сказать. Конечно, безусловно. Безусловно. Ну что же, тогда будем надеяться, что все-таки офлайн-встречи будут чаще, что на ваших рок-концертах все-таки будут живые люди, что вы сможете поиграть для аудитории. И тогда спасибо вам большое за то, что так интересно поговорили. Спасибо. До скорой встречи. До скорой встречи. Спасибо за то, что помогли мне нырнуть в прошлое. Иногда это прикольно. Все-таки ностальгия? В чем-то полезно? Нет, но все-таки были интересные времена, конечно. Яркие. Ну тогда до скорой встречи, Андрей. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо.